И здравствуйте, это канал Максимадзе, и как я и обещал, в 2024 году мы будем проходить всякие различные пародии на «Как достать соседа». Ну как пародии, причем не просто пародии, а пародии, которые выходили еще довольно-таки давно, в начале 2000-х. Ну не в начале, в середине 2000-х. Короче говоря, и первая игра — это «Как достать соседа 3» в офисе. Да, и я думаю, вы помните, что я, не помню в каком году, в 2021-м что ли, 2021-м, по-моему, делал по этой игре видео. Но если там я делал просто одну серию ознакомительную, то здесь я решил все-таки пройти эту игру полностью, хоть это будет и крайне нелегко, я чувствую. Почему? Сами узнаете. Во-первых, меню, в принципе, меню похоже на меню из первых двух соседей, но на титульнике персонажей из этой игры, собственно говоря, игра от разработчиков под названием «Визлэп», с партнерством «Эгэфа» и «Русабит» вроде бы. И, в общем-то говоря, здесь троечки нету, но на обложке есть троечка. Типа, когда «Соседа 3» вовсе неофициальный такой сиквел. Собственно, как вы уже видите, здесь персонажи совершенно другие. Сосед не такой. «Сосед не такой». Это вообще не будет Вадя. Ну, в общем, потом все узнаете. Ну, для тех, кто не знает. Персонажи довольно уродливые. Вообще уже видно, что, о, господи, игра будет не та. А вот у одного какого-то обзорщика смотрел про то, про когда соседы и различные пародии на нее, как там подыхает франшиза, короче, и так далее. Он там говорил, что увидел диск на полках магазина вот этой игры и офигел от счастья, просил маму купить его во что бы то ни стало. Он тогда еще не знал, что эта игра не имеет никакого отношения к оригинальным двум как-то соседям. В общем, авторы у нас тут что. Да, и здесь в титрах у нас уже музычка играет, а в самом меню почему-то не играет. Надо немножко повысить, кстати, громкость. Вот так. Давайте уже начинать, короче. Пост-обработка, свободная камера. Не знаю, что такое свободная камера, наверное. Ну, в общем, разберемся. Во-первых, уровней стало намного меньше, чем в предыдущих обоих частях. Но тут повышается сложность. Значительно, я бы сказал, повышается сложность. И все, короче, узнаете. Давайте нажмем первые пакости. Сосед устроился на работу в небольшую процветающую компанию. Секретарша у шефа, конечно, потрясающая женщина, но за ней не поухаживаешь. Но ничего, есть еще женщина, коллега по работе. Пофлиртуем. Немножко, по-моему, сосед не в том возрасте, чтобы этим заниматься. В общем, короче, Вуди внезапно стал вадей. И мы видим 3D в игре. В принципе, 3D, оно может и неплохое. Но, правда, значительно видно мыльцо. 3D может и неплохое, но одна комната занимает весь экран. Это не очень удобно. Да, вот такой вот смех, не очень какой-то приятный. Теперь посмотрим на соседа. Он ходит так, что надо включать песню Rammstein Links to Drive We're и зажигать вместе с соседом под нее, блин. Таким вот дебильным походаном ходит сосед постоянно. Как будто реально весельчак какой-то. Вот. Зачем так ходить надо? В этой игре есть продолжение, когда, кстати, соседа 4 на отдыхе. С теми же персонажами, но уже на отдыхе. Эту часть мы тоже будем проходить. Когда соседа 3... Я, кстати, полностью никогда не проходил, потому что... Потому что здесь, чтобы найти предметы для действия пакости, надо залезть курсором в каждый уголок вообще. По каждому пикселю курсора надо прощупать. И все равно, я очень не уверен, что я без помощи интернета все найду здесь. Ну, звуки смешные тут иногда бывают, да. Так, собственно, да. Предлагают нам вытащить провод. Вытащить провод из розетки. Собственно, система злости соседа здесь такая же, как когда соседа 2. Поднимающийся вот такой счетчик и кубок. Ну, как счетчик, шкала. Мы выключили компьютер, но при этом картинка на мониторе все еще осталась. На мой взгляд, как-то это не очень хорошо. Вроде кофе, короче, пьет, флиртует, но она на нее никакого внимания не обращает. Лица персонажей, как тот обзорщик говорил, действительно похожи на морщинистые жопы, блин. Я не буду брать, я слова некоторых просто цитирую. Но это так, я с ними реально согласен. Пустой графин. Собственно, берем его. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. В смысле, в смысле, в смысле, в смысле. Проиграть на обучающем уровне. Вот это позорище, да. Ну, блин, ну кто знал, что он пойдет. Я думал, он остановится. Там будет стоять. Ну, блин, тут реально, на самом деле, неудобно. Из-за того, что в экран влезает целая комната. И другие в камеру не влажут. Это очень сильно вредит прохождению, так сказать. Неудобно смотреть за соседом. Стоит придраться к интерьеру немного. Реалистичным графоном тут вообще не пахнет. Двери какие-то квадратные все. Текстуры, как я уже говорил, хреновенькие. И книжные полки кривые. Ну и пакости здесь не кажутся уже смешными по сравнению с первыми двумя соседями. Вот, совершенно. Плохо спала я сегодня, короче. Да. Ладно, проворачиваем это дело еще раз. FPS, конечно, здесь значительно увеличен по сравнению с первыми двумя соседями. И это реально плюс игры, но... Как-то... Но, учитывая все перечисленные мной недостатки уже, это все равно, я считаю, как-то абсолютно неюзабельно. Ладно, ждем, пока он сходит, потом уже графин возьмем, потому что, как выяснилось, нельзя. Кстати говоря, когда я в первый раз увидел, вообще, узнал про Кэда Соседа 3 в офисе, я впервые ее увидел на канале MC Сергей Рус, который проходил ее вместе со своим... Который ее проходил, и там комментировал его товарищи, мистер Андрей и русами HD. Это был далекий 2012 год. Вот такая вот мини-игра здесь у нас, опять же. Крестик надо удерживать, а не предмет теперь. А что он не пошел, почему он встал просто? Вот дебила. Ну, кубок не получим мы уже, это точно. Да, именно от них я узнал про Кэда Соседа 3 в офисе, и от них же я, кстати, узнал впервые, увидел Кэда Соседа 2, адский коник. Именно у них впервые я увидел Кэда Соседа 2 и Кэда Соседа 3. Просмотров на тех прохождениях у них и по сей день меньше, чем у меня, похоже. Ну, не, она, скорее всего, не меньше, но мало по-прежнему. А, нет, все-таки кубок дали. О! Вот так, короче. Несмотря на то, что прошло уже так много лет. Ну, они и пацанами тогда еще были. Но не сказать, что голоса прям суперпесклявые были. В принципе, смотреть их было можно вполне. Ну, сейчас они, понятное дело, уже совсем взрослые. Так, в общем, первый сезон кофейный флирт. Вроде сослуживается по работе, начинает отвечать взаимностью. Какое-то слишком короткое описание. Следите за изменением курсорно-активных предметов и ничего не пропустите. Это надо сначала перед этим еще каждый уголок полистать. Так, во-первых. Вот видите, как сложно зацепить вот этот предмет. Надо именно вот в середину полочки навести курсор. Это реально, ну, не прикольно совсем. Вот тоже мелкая, мелкая фигня нафталин, которую тоже так просто сначала не зацепишь. Странно же, кстати, что вот если сосед находится здесь, а я тут, он меня не видит. Причем, что вот эта штука-то особо-то никак не загораживает процесс-то. Нафталин. Сюда, наверное, скотч. Ого! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А пробку вот куда я забыл. Э-э-э! Короче, я не помню, куда пробку надо ставить. Ну, сейчас разберемся. А, надо вторую пакость еще тут сделать. Единственное, с чего я угораю, так это с этих звуков, блин. А так, процесс прохождения, ну, прям вообще что-то не цепляет на то, чтобы это с удовольствием играть. Давай-давай, последняя пакость. Так, окей. Обеденный перерыв. Обеденный перерыв. Прекрасное время показать себя настоящим кавалером. Надо более-менее... Длинными описаниями не старались даже, походу. Осторожно, не дайте запереть себя в туалете. Ага. Ну да. Предусмотреть надо. Иногда на уровнях... Одни комнаты открываются, другие закрываются. То есть теперь верхний этаж нам не доступен, а доступен нижний подвал. Серок, всю закончившийся картридж уже не нужен, а нам пригодится. Так. Здесь есть вообще что или нет? Я ничего не нащупываю. И будет очень печально, если я там что-то упущу. Так, банан я помню. Жидкое мыло. Вообще, в этом офисе много локаций. Там есть и это подземная парковка, и подземный переход, и... Что там еще есть? Кабинет боссов, в который нам нельзя входить. Кабинет секретарши, и... Еще много чего. Мне кажется, я что-то явно упустил еще здесь. Ага, вот перец. А что? А что? А что? А я вспомнил, куда надо перец. Гладкий пол. Это на полотенце. Что-то я пропустил. Какой-то предмет я точно пропустил. Потому что надо... Вот здесь что-то еще. На сигару, по-моему. Или это на другом уровне. Ну вот это пакость. И вот это. А пятая какая? А пятая какая? Какая пятая-то, блин? Ну. А кубок мы уже получили, я смотрю. Но... Пакость это не все сделаны. Так. Похоже, интернет уже мне нужен. Блин. Вот только... Вот беда какая. Здесь интернет лагает. Что-то с дверью в туалете сделать надо. Только вот как. Ага. Су. Соль, 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 соль. Где взята-то была? Понятно, вот, вот это я не взял. Ну потому что я наводил сюда курсор и ничего не происходило, а тут надо вот так наводить. Ну капец, ну вот реально, вы уже сами видели, что у меня возникли затруднения на этом, уже на втором уровне. Из-за того, что я не мог найти предмет. А с дверью ничего делать не надо было. Это глюк какой-то, видимо, в игре там, ой, вот прохождение случился. Или нет, не знаю. Ну а соль, естественно, в кофе. А, нет, или... А, нет, сюда. Ну блин. Ну не надо так мелко предметы класть. Я же не вижу их, ё-моё. Ой, господи. Я, на всякий случай, заранее следующий уровень открою. Прохождение тут. Я чувствую, не справлюсь. Ну как четвёртый, по сути, третий уровень, третий, в первом сезоне. Давай, давай. Быстрее. Он даже рот не открывает. Так, отлично. Уровень 3. Срочная работа. Куча документов на подпись. Следите за тем, что делает сосед по изображению его мысли слева на экране. Окей. Давайте попробуем. Итак, давайте осмотрим эту комнату. Авось, что полезно здесь будет. Конечно. Нижний этаж теперь недоступен на этом уровне. А мы добыли страшную... Страшная пила, да. Кабинет секретарши. Ещё есть кабинет боссов, который нам входить запрещено. Ящики с полезным хламом. Мы получили клей мгновенного схватывания. А он поверху решил идти, понятно. Соседа... Сосед, да. Первый и второй пошёл бы понизу. Кулер. Поменяем кран из горячей и холодной водой. Ксерокс опять используем. Отсчёт испортим. Стол. Так... Что дальше? В комнате, в кабинете Соседа ничего полезного нету вроде. Рыбка в аквариуме под спидами, видимо, находится. Ну, предметы для бакости, я, кажется, раздобыл. Видимо, пилой кресло нужно подпилить. Ну, иди давай наверх. Что ты встал-то, придурок? Подпилим. И кнопку тоже поставим. Ну и всё, вроде готово. Да, от босса не поздоровится теперь соседу нашему. Хотя, в принципе, кстати, в отличие от первого... Когда Соседы... Когда Соседы 2 и некоторых даже других пародий, в этой игре нет сюжета. Вообще. Нет никакого сюжета. Нам совершенно никак не объясняется, кто такой сосед, кто такой Валя, и по какой причине он пакостит ему. Да, ещё сквозь стул проходит. Вот это тоже, ну, неприкольно совершенно. Так, теперь к боссу. Да, всё, они делают, не открывая рта и вообще не меняя эмоции какие. Вот главный герой GTA 3, Клод, он тоже всегда... Не то, что даже не только молчит, он ещё и никогда не меняет эмоции на лице. Вот здесь такие же персонажи, у них не открывается ни рот, ни глаза, ни шевелится, ничего. Отлично, отлично. Остался последний уровень в первом сезоне. После крайне напряжённой работы небольшое затишье. Сосед хочет после работы преподнести сослуживице букет и пригласить её в ресторан. Внимание, для перехода в следующий сезон вам необходимо получить Оскар в этом сезоне. Нужно пройти на 100% весь сезон, чтобы получить доступ ко второму. Ох, какие условия обязательно мне дают. Помню, этот уровень я, кстати, с трудом смог пройти, поэтому я уже открываю прохождение заранее. Поэтому, короче, открываем. Так, во-первых, аптечка. Во-вторых, ксерокс в третий раз уже. Тумбочка потом. А что я сделал с ксероксом-то, я не понял. Я не успел сначала ничего сделать. А, ещё журналики я не взял, блин. Ну ладно уж, придётся теперь делать обходной путь. Ну потому что я пытался там навести, вроде ничего не нашёл, блин. Здесь мало доступных комнат. Доступно. Сумочка такая вот странная. Сумочка больше похожа, если честно, на какую-то гирю понятную. Так, берём журнальчик. Ой. Вот видите, как тяжело наводить, а? Что это такое? Картинка с голой тёткой. Ну и не похоже на то, чтобы она тут была голая. А, слегка не одет. Ну, по-моему, у неё только ноги не одеты, всё остальное вроде одето. Значит, что надо сделать? Что с кормом для рыбок нужно? Жидкость для снятия лака? Нет. Наш шатурный спирт? Нет. Тонер? Да. Картина с босс. Естественно, берём фломастер. Какой красивый портрет. А, подождите, а что? Ничего, по-моему, не изменилось? Это баг, наверное, был. Ох, как успел, а. Поехали. Что? Спасибо. а с огнетушителем нужно было что-то делать или нет всяком случае на него можно посмотреть я не знаю все ли я пакости сделали не все но но надеюсь что все хотя что-то не уверен я а он скинул ее ну вот это пакость а пятая какая а я кстати не не обратил что внимание пакость боссом сработала вообще или нет во всяком случае на картине никаких изменений не было жидкость для снятия лака а Фломастер, ну-ка, если я его еще раз применю О, поставилось Так, ждем, когда он попадется на портрет У меня такое чувство, что пакость с портретом не сработала у нас Ну это баг такой был Пакость вроде сделалась, но фломастер исчез, а портрет не разрисовался в первый раз Ну-ка проверим, прав я или нет Да, пакость не сработала сначала Да, но Оскар мы, к сожалению, не получили Я, короче говоря, ребята, я, наверное, перепройду этот уровень за кадром уже Вот сейчас закончу запись, перепройду его еще раз Но потому что, ну потому что реально не сработала пакость Баг произошел Вот такой вот неприятный Если бы он не произошел, все было бы хорошо, отлично Ну что ж, на этом закончим первую серию В следующей серии перейдем ко второму сезону На сегодня все, с вас, я вас подписываюсь, с меня эпичные видосы Пишите свое мнение в комментариях об этой игре Подписывайтесь на мой блоговый канал, ссылочка в описании И группу ВКонтакте Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok